Доброе утро, любимый Ульяновск! Привет тебе, вся Ульяновская область! Очередную рабочую неделю встречаем вместе на телеканалах Репортер 73 и ОТР. Да, и в очередной раз мы хотим для начала пробежаться по страницам истории. Итак, бежим. Год 1812-й. В Крыму заложен Никитский ботанический сад. 1853-й. Русский адмирал Невельской поднял на Сахарине российский флаг. Год 1916-й. Основан город Романов на Мурмане, позднее переименованный в Мурманск, ставший впоследствии крупнейшим в мире городом, расположенным за Полярным кругом. Четыре года спустя, в 1920-м, состоялся первый авиаперелет через Канаду из Галифакса в Ванкувер. В 1923-м году был учрежден Государственный банк СССР. В 1958-м из Лондона в Нью-Йорк начались первые регулярные трансатлантические рейсы реактивных самолетов. А вот в 1999-м году в США создан Центр надзора и контроля за преступностью в интернете, в обязанности которого вошли обнаружения результатов деятельности хакеров в сети и последующие оперативные извещения банков и финансовых институтов о наличии исходящей угрозы. Ну а сегодня, собственно, как и всегда, нашу студию украшают композиции от партнера программы «Салон цветы и штучки». Ну и этим утром для вас работаем мы, Гульнара Шарипова и Андрей Сафронов. Начинаем. «Утро с репортером» – это полезные и познавательные рубрики. Энергичные и зажигательные ведущие, интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и ОТР. В конце прошлой недели наши коллеги задались вопросом о том, что же такое фитнес и с какого времени он ведет свою историю. Да, мы продолжим, но начнем копать из глубины веков, с доисторических времен. Именно. Сам термин «фитнес» появился в 70-е годы прошлого века в Америке. Но его история фактически насчитывает тысячи лет. Еще первобытному человеку хорошая физическая форма помогала выживать, добывать себе пищу и защищаться от диких зверей. То есть получается, что древние люди занимались фитнесом неосознанно. Прыгать, бегать, приседать, нагибаться их вынуждала сама жизнь. Наскальные пещерные изображения той эпохи изображают человеческие фигуры, которые не просто двигаются или танцуют, но и метают копья, булавы, бумеранги. Да, оно и понятно. Ведь мужчинам, чтобы стать хорошим охотником, приходилось развивать ловкость, меткость и силу. Конечно. И с развитием животноводства и сельского хозяйства человека появились помощники, начиная от животных и заканчивая различными инструментами. Но работать все равно приходилось много, поэтому люди были здоровыми и выносливыми. Фитнес продолжил свое развитие в древних цивилизациях. Ну а физическую нагрузку связывали с благосостоянием. Считалось, что не болеет и хорошо живет тот, кто много работает. Тему фитнеса в рубрике «ЗОЖ» продолжат наши партнеры. Доброе утро. Меня зовут Марина, я фитнес-инструктор. Хотела бы вам сегодня рассказать о позе ухода ко сну в промежутке с 22 до 23 часов. В нашем организме днем происходит углеводный обмен, а ночью происходит жировой. За расщепление жиров отвечает гормон роста, который вырабатывается с полуночи до 3. Если мы не спим в это время, то гормон роста не выполняет свою функцию и вероятность набора веса очень велика. Когда мы ложимся спать, после 11 часов вечера нарушается синтез гормона грелина, который отвечает за чувство голода. И после 11 часов вечера, соответственно, появляется чувство голода и большая вероятность переесть. Когда вы часто просыпаетесь, уровень грелина повышается. И поэтому самый здоровый и полезный сон непрерывный. Отправляясь спать до полуночи, вы поддерживаете уровень кортизола в норме. Мы привыкли считать кортизол вселенским сломом, который вызывает стресс. Но он нам необходим для бодрого пробуждения, для активности днем. Ближе к 6 часам уровень кортизола снижается. И в 22-23 часа уже появляется желание спать. Подытожим. Чтобы ваши гормоны были в норме, вам необходимо ложиться спать в промежутке с 10 до 11 вечера. И спать на протяжении 6-8 часов. Спасибо за внимание. Желаю вам здоровья. И завтра в эфире вы узнаете, как побороть лень. Более 17 тысяч семей в регионе получают материальную поддержку по нацпроекту «Демография». 10,5 тысячам семей выплачивают ежемесячное пособие за рождение первого ребенка. А более 6,5 тысяч пар за рождение третьего и последующих. В обоих случаях сумма составляет около 10 тысяч 917 рублей. По информации профильного ведомства, на поддержку семьи с детьми выделено около полутора миллиардов рублей. Это одна из наиболее значимых программ национального проекта. Помимо нее, в нашем регионе действует спорт, норма жизни, старшее поколение, содействие занятости и укрепление общественного здоровья. Кроме этого, по нацпроекту в регионе реализуется масштабная ясельная программа, благодаря которой в Ульяновской области с 2019 года открыто пять детских садов. Продолжается строительство еще двух дошкольных образовательных организаций в региональном центре и селе Сосновка Корсунского района. Открытие новых социальных объектов помогает обеспечить шаговую доступность дошкольного образования. Все объекты оснащены современным оборудованием. Всего же на выполнение пяти программ национального проекта «Демография» в 2021 направлено более двух с половиной миллиардов рублей. Рубрика о главном продолжит утренний эфир. Вот у нас пришло, да, 259 транспортных коробов. В каждой из них по 80 упаковок еще. Вот это вот мы каждую сканируем. На закупку лекарств от ковида областной бюджет выделил порядка 40 миллионов рублей. Вчера у нас поступил первый лекарственный препарат «Умифенавир» – противовирусное лекарственное средство. В количестве 20 720 упаковок на сумму более 9 миллионов рублей. Дальнейшие поставки расписаны буквально по дням. Арбидол, фавипировир, антикоагулянты. Важный момент – все лекарства предназначены для амбулаторных больных, то есть болеющих в домашних условиях. Наболевший для многих ульяновцев вопрос – а почему, собственно, вообще возник дефицит? Те препараты, которые закупались, они закупались за счетом двух тысяч человек на амбулаторном этапе. В настоящее время, у нас их семь с половиной. Препараты каждому пациенту, они назначаются после осмотра врача. И двух одинаковых пациентов не бывает. На пресс-конференции, посвященной делам ковидным, не только о лекарственном обеспечении. Тут тебе и цифра заболеваемости – 318 случаев за сутки. И статистика наших потерь – 2610 человек за период пандемии. 80% из них – категория 65+. В настоящий момент больше всего заболевших в возрастной группе от 30 до 49 лет. 75% земляков переносят заболевание легко, а 7% – вовсе бессимптомно. Однако они заражают других, и разорвать порочный круг циркулирующей инфекции способна только вакцинация. Я уже цитировала одного доктора, который мне сказал, вы знаете, у меня совершенно не жалко у людей, которые сейчас болеют коронавирусом. Для меня это было удивительно. Я сказала, как это так? Она сказала, потому что в 2020 году болели, и у людей не было выбора болеть или нет. В 2021 году – это ваш выбор. Будете ли вы лежать в сационаре, или вы будете здоровы. К слову, о лежать. Ковидные госпитали заполнены. Планируется организовать 250 дополнительных мест. Переговоры о возведении ковидного центра ведутся на правительственном уровне. Поликлиническое звено города и области укреплено добровольцами-ординаторами. Запасы кислорода есть, но и потребность растет ежечасно. А тут еще сезонный грипп подоспел. На сегодня у нас серьезное прогнозирование. У нас уже на территории Ульянской области, несмотря на то, что мы обследовали очень малое количество людей, у нас уже зарегистрированы парагрипп, риновирусная инфекция, аденовирусная инфекция, что не регистрировалось в прошлом году. И здесь все сводится к вакцинации. Совигрип и ультрикс-квадри в лечебных учреждениях в наличии. Вот только сейчас в Центре управления регионом закончилась пресс-конференция относительно всех ковидных дел. И вы знаете, вышло с очень тягостным чувством. Во-первых, Минздрав официально подтвердил смерть 15-летнего подростка в Димитровграде от коронавируса. Во-вторых, никаких обнадеживающих сведений, никакой обнадеживающей информации не поступило. На сегодняшний день привито чуть более 300 тысяч ульяновцев, тогда как для формирования коллективного иммунитета нужно около 700 тысяч. Но теми темпами вакцинации, которые сейчас, мы его не достигнем, этого самого коллективного иммунитета просто никогда. Да. Татьяна Домоданова, Сергей Рябухин, репортер 73. В Ульяновске готовится к масштабному проекту по расчистке 23 километров русла Свияги в черте города. Проект работ для первого отрезка от Вырыпаевки до моста Номинаева отправят на государственную экспертизу в ноябре. В основу вошли данные инженерных изысканий, которые Центр-регион Водхоз проводит с апреля месяца. Сами работы начнут в 2022 году по проекту сохранения уникальных водных объектов нацпроекта «Экология». Из федерального бюджета выделят около 600 миллионов рублей. Со следующего года планируется начать первый этап от поселка Вырыпаевка вниз по течению до Минаевского моста. После этого планируется разработка проекта и расчистка Свияги вниз по течению до поселка Мостовая, а затем до поселка Сельдь. Реализация второго и третьего этапа запланирована на 2023-2026 годы. Далее расскажем о других интересных новостях из жизни региона. Вкус и качество – вот основные аспекты, благодаря которым родники попадают в список благоустраиваемых объектов. А еще положительное – санитарно-эпидемиологическое заключение специалистов сыграет на руку местным жителям в деле восстановления родников. Мы настаиваем, чтобы данное санитарно-эпидемиологическое заключение находилось непосредственно на своем роднике. И также настаиваем, чтобы муниципалитет в последующем, при поддержании родника и при эксплуатации родника, каждый квартал проводил измерения той воды, которой пользуется население. Раньше сами делали, как-то что-то старались, а сейчас, конечно, изменилось. Родник – жителями деревни Федоровка любим. Народная тропа к ключу не зарастает. Зимой и летом местные жители отправляются к источнику в поисках живительной влаги. В прошлом году родник обновился. В рамках реализации государственной программы охраны окружающей среды в 2021 году благоустроено 26 родников. Сейчас мы уже практически на финальной стадии. Районы, дальние районы, южные, закрывают родники. Общий объем финансирования в 2021 году предусмотрен в размере 2 миллиона 400 тысяч рублей. Здесь заменили коптаж, установили деревянный сруб, лавочку, привели в порядок прилегающую территорию. А еще в этом году тут появился деревянный настил. Данная программа продолжится и в следующем году. В рамках формирования бюджета 2022-2024 года предусмотрено финансирование по программе охраны окружающей среды в размере 2 миллиона 600 тысяч рублей на благоустройство родников во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. В году текущем в Николаевском районе благоустроили сразу три родника в селе Паника, Елшанка и рабочем поселке Николаевка. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Холоднее дни и ночи, опадает желтый лист, днем придет водопроводчик, в батареях зашумит. К 85-летней Марии Степановне давно никто не приходит и неизвестно, когда зашумит. Нет родных, друзей и тепла. Есть носки и одеяло, грелки и хвори. Я перенесла инсульт. Болею с тех пор, голова болит. Буквально на наших глазах происходит чудо. Отопительный сезон 2021 приобретает ощутимые очертания. Батареи чуточку не теплые, как парное молоко. Слабо-слабо. Видно, что подача тепла начинает осуществляться, но пока батареи еще не нагрелись. Поэтому Мария Степановна у нас спасается обогревателем. Видите, 23 градуса. Тепло в такой дом, конечно, можно дать, но ведь его еще нужно удержать. Посмотрите, вот здесь, в этом перешейке, который соединяет два корпуса 43 и 43А, по улице Врача Михайлова, нет стекол. Рассказывает, что в незапамятные времена здесь была столовая. И сейчас вроде бы тоже собираются что-то строить, но что и когда, непонятно. А пока люди живут, как живут. Ведь, как они сами говорят, жить-то как-то надо. Примерно под этим же малооптимистичным девизом живет у населения сразу нескольких пятиэтажек в поселке Опытное поле. Живем уже много лет здесь, и никогда проблем у нас не было с отоплением. Но вот в этом году решили построить вот эту вот новую котельную. Модернизация, скажем так, да. Но почему-то отопления у нас в квартирах нет. То есть весь город уже 99% отапливается, а мы нет. А самое главное, впереди зима. Да. И что нас ждет? Впереди заморский, мы боимся. Ну сколько можно на нервах людей играть? Ну мы же тоже люди. Холод в домах буквально выгнал местных обитателей в сомнительное уличное тепло. Говорят, поначалу новой котельной даже радовались, но когда температуры в квартирах пошли на понижение, градус возмущения напротив зашкалил. Всеобщее негодование подогревает факт. Вопросов много, а задавать-то кому? В такой момент дома холодные, и никого нет возле этой котельной. Руководящих даже нет с кого спросить. Ужас. Стенание продолжается в квартирах, где буквально плачут стекла и хозяева, предвидя платежки за потребление электроэнергии. Тепловая пушка у Муминых работает едва ли не круглосуточно. Влажность в помещениях запредельная. Но только так здесь можно находиться. А ведь в семье двое малолетних детей. И оба болеют. И причем без конца. Мы два дня сходили в садик, пришли, опять болеем. В школе карантин. Ребенок на карантине сидит. Класс на ОРВИ. ОРВИ вряд ли ограничится. Стены в плесени, обои к полу, а с потолка летит штукатурка. Пытаемся разобраться. Тем более у котельной оживления прибыло начальство. Ловим с вопросом. Когда ж тепло? Ну хоть немножко, чтобы люди понимали. Нет, я не буду ничего говорить. Есть какое-то понятие, есть руководитель. Вот вы сюда пришли по чей по команде? Мне неприятно. Представители управляющей компании «Любизни» ситуацию проясняют, что называется, без рук, практически на пальцах. Упуская технические подробности. Комиссия работает, режим на отладке. Я думаю, 2-3 дня и мы его наладим. То есть мы сейчас занимаемся полностью регулировкой, полностью. По одному дому мы идем, проходим. То есть не все дома сразу. Сроки-то озвучили, а заковыки остались. К концу дня точно разберутся в основных причинах. Самое главное – это получить доступ в закрытые квартиры, чтобы стравить воздух. Как только воздуха в системе не будет, циркуляция будет налажена. И вопросов с качеством никаких не должно быть. Сказано, снято, проверим. Возвращаясь к цифрам, из 3600 многоквартирных ульяновских домов без отопления остается не более трех десятков. Претензии принимают в центрах управления – городом, регионом. Мерзнут в доме наши люди. Тут любого приберет. А тепло, наверное, будет. Пусть надежда не умрет. Татьяна Домоданова и Геннадий Бухтояров. Репортер 73. Битва Ливанова на Ливанова за жизнь и здоровье мопса против свора бездомных собак состоялась в конце прошлой недели. Храбрость и молниеносная реакция Александра, хозяина пса, помогли четвероногого друга не просто отбить, а сохранить в полном здравии. Благодаря спорту Александр Ливанов профессионально занимается баскетболом, мгновенно оценил расстановку сил и принял, как ясно уже теперь, единственное верное решение. Они побежали с двух сторон. Пытался отбить одну собаку, потом повернулся в вторую. И уже понимая, что у меня начинают тащить собаку, вариантов нет. Приходится как-то делать типа прыжок на свою собаку, тащить под себя, огребать, прятать его. Ну все, вырвал из лап. Позже подбежал сосед. Большое спасибо ему в моем доме. Так бы сделал каждый хозяин, считает Александр. С другой стороны, такая свора могла бы разорвать обоих. Повезло, что трагедии не случилось, но с подобным соседством несчастный случай – вопрос времени. Бездомные стаи – это практически всегда. Потомки собак, выброшенных на улицу нерадивыми хозяевами. Брошенные собаки считаются более агрессивными, в силу того, что животное находилось у человека долгое время, с ним общалось. Потом по непонятным причинам оно было выброшено на улицу, оно произвало судьбы. Судьба четвероногих, напавших на Александра и его псам, заинтересовала администрацию Ульяновска. Стаю разыскивают почти что по горячим следам. Проведены совместные обходы. В рамках этих обходов выявить нахождение собак не представилось возможно. В связи с этим, сегодня, 27 сентября, подрядная организация администрации города «Расставленные ловушки» отловлена одна собака, всего их 4, работа продолжается. Собака – друг человека. Когда человек, собаки, друг, уличная стая выживает по законам джунглей, хоть и городских. Свора лает, иногда кусает, бесконтрольно плодится, хотя последнего в сфере, принятой несколько лет назад программы ОСВВ, происходить и вовсе не должно. Но есть одно существенное «но». Уже внесены цифры на следующий год по финансированию. Вот у меня есть официальный документ в виде ответа финуправления в общественную палату, где прописано, что финансирование на следующий год предполагается в размере 3 миллионов рублей на всю область. Чтобы вы понимали, в прошлом году она была 8 миллионов, ну, приблизительно, позапрошлым 8 миллионов, позапрошлым 8 миллионов, а вот в этом году она будет 3 миллиона. Недофинансирование практически сводит на нет все усилия по контролю популяции бездомных четвероногих. При этом пример других городов, взять Калининград, показывает, что при достаточном финансировании ОСВВ прекрасно себя показывает. Собак без хозяина на улице практически не встретить. Но даже самая продуманная программа не заработает, пока мы в ответе за тех, кого приручили, слова из сказки, далекие от действительности. Мы находимся на берегу реки Волги, в Ульяновской области. Проводим раскопки скелета иктиозавра. Уникальные кадры любительской съемки сделаны профессионалами. Палеонтологи из Ульяновской и Ундерии вели миру процесс многодневного летнего труда. Подходивший к концу поисковый сезон 21-го года преподнес сюрприз. Оружие палеонтолога – кисточка, нож, лопатка, лопата и кирка. Ученые перелопатели – десятки кубометров грунта. Следом за челюстями и плечевым поясом первого ящера показался еще один плечевой пояс вкупе с конечностями. Так захоронение стало поистине уникальным для палеоистории Ульяновской области. Два ящера в одной точке. Из-за опасения интереса черных палеонтологов раскопки держались в тайне. Однако теперь о них не только можно, но и нужно говорить. Например, ответить на вопрос. Что это был за род? Говорить либо об известном представителе уже ископаемых морских рептилий, то есть это или уже известный вид какой-то из описанных, или еще неизвестный. А возможно это даже новый род. Новые виды как минимум для России. Предварительный анализ пройден. Мнение экспертов единогласно. Более точные заключения станут известны после завершения препарирования и детального изучения, результаты которого изложат в научной публикации. А посмотреть на добытые части скелета можно уже сейчас. В Унтеровском музее приступили к их препарированию в лаборатории за стеклом. Обсудив ковидные запреты, депутаты остановились на теме медицины. Удивительно, но представитель КПРФ Виталий Кузин не рубил с плеча, требуя разобраться, наказать и отстранить. Посетовал на некоторую закрытость медиков. Я, конечно, думаю, что они работают, да, они что-то пытаются предпринять в борьбе с ковидом. Но об этом нужно говорить в публичной плоскости. Если люди у нас не знают, чем занимается Минздрав, конечно, будут расти всякие слухи. Риторика красных заметно изменилась в целом. Спокойные, взвешенные. О переименовании площади Ленина, ныне Спасской, больше не говорят, как о преступлении. А тему обратного переименования поднимать не спешат. Рассуждают о необходимости демократического подхода. Локомотивом народного гнева в ЗАГС-собрании теперь называют Матвея Володарского. Посылавший Айрата Гебаддинова понюхать лифт, вышедший из фракции КПРФ, с которой заходил в ЗАГС, Володарский обличает и грозит. Бурно возмущается и спрашивает окружающих. Искал у себя в округе помещение для приема граждан. 9 тысяч рублей, не больше. Экономить. Нашел только подвал и чердак. Понимаете? Бросил, махнул рукой, ушел. Мы сколько будем, понимаете, гостей в студии вот здесь ходить? Мы выделяем на аппараты, извините, сотни миллионов, а на помощников денег нет. Это при том, что бюджет серьезно ужимается, исходя из ситуации. Большинство коллег Матвея Константиновича уверены, помощники нужны. Только приоритеты все-таки следует расставлять верно. Сперва народ, потом избранники. Приглашенный на заседание представитель Совета Федерации отметил, Палата регионов уже обсудила положение дел в субъектах и подготовила для федерального правительства документ, который поможет министрам правильно распределить финансирование. Я думаю, что все-таки объем финансирования, финансовой помощи со стороны федерального бюджета будет больше. И вот эта вот закредитованность и дефицит будет, все-таки мы его разгрузим, эту ситуацию. Работа законодателей над бюджетом начнется в октябре. Разобраться с доходами, расходами, дефицитом и его минимизацией народным избранникам предстоит в двух чтениях. Премия с членами правительства обещают быть жаркими. И депутаты, и министры готовы отстаивать свою точку зрения и драться за каждую копейку. Главное, чтобы на общее благо. Хочу поздравить вас с днем пожилого человека, с днем, который напоминает о тех, кто нуждается в нашей заботе, внимании и любви. И о нашей ответственности за обеспечение достойной старости людей, которым мы обязаны всем тем, кто имеем. Живи активно, мысли позитивно. Неписанный девиз практически всех центров активного долголетия Ульяновской области. В современном мире у старшего поколения не должно быть дефицита внимания, недостатка общения и наоборот. Нужно больше возможностей для саморазвития, занятий спортом и любым интересным делом. В 75 жизнь только начинается, даже больше. Появляется много свободного времени, которое можно потратить с пользой. Мы стоим на пороге изменения поведенческой модели, когда люди, выходя на пенсию, должны понимать, что жизнь не закончилась, сидя на лавочке и занимаясь только внуками, но можно продолжать жить интересно, активно развиваться. Бабушки и дедушки осваивают современные технологии, интернет и смартфоны, вровень с внуками занимаются спортом, путешествуют и активно участвуют в общественной жизни. Только в этом году из регионального бюджета на ремонт и оснащение действующих центров активного долголетия выделили около 9 миллионов рублей. Например, и это центр Нагафура-86. Пример всем остальным. Царят уют и радушие, как в доме родном. Тут все заняты любимым делом. Условия для творчества должны быть одинаковы. По всей области для этого все центры активного долголетия приведут к единому формату. Сегодня после подписания Алексея Юрьевича стандарта, Алексей Юрьевич, я вам его торжественно передаю, чтобы в присутствии всех его подписать, работы центров активного долголетия у муниципальных образований появится возможность не только оснастить центры необходимым оборудованием, но и отремонтировать их. По миллиону рублей в каждое муниципальное образование, где для создания центра выделили помещение и подали заявку в областной САБЕС. Открыть себе талант никогда не поздно и никогда не рано. Назарий Макаров занял второе место в всероссийском конкурсе по рисованию, стал третьим в студенте года 2020 в номинации «Творческая личность». Помимо него в семье еще девятеро детей. В скором времени ожидается пополнение. Когда у меня спрашивают, чего ты достигла в жизни, я достигла многого. У меня дети уже даже взрослые и маленькие, собственно, и в проекте уже еще один год. Поэтому для меня вот дети – это мое. Я ими живу, я ими дышу. Я себе другой жизни не представляю. В моих планах были дети четверо. Ну, планы немножко сдвинулись, мы пошли дальше. Вклад в демографию в Ульяновской области вознаграждается. Ранее Макаровы получили от государства выплату – миллион рублей. Построили дом, а теперь им подарили микроавтобус. Уезжать из Павловского района на Большую землю станет куда проще. Ведь теперь в просторный автомобиль можно загрузиться всей огромной счастливой семьей. Матч команды начали активно и интересно. А мячи в первые 30 минут выглядели поживее ульяновских футболистов. Прессинговали и уверенно доходили до штрафной «Волги». Дальнейшие действия, правда, разбивались об оборонительные редуты желто-черных. Волжане встрепенулись в концовке тайма. На 40-й минуте Азнаур Гирюгов пробил точно в нижний угол ворот Руслана Юнусова. А когда уже пошло компенсированное время, «Волга» заработала угловой, после подачи которого а мячи не сумели удержать во вратарской Илью Максименкова, оформившего гол в раздевалку. Считаю, что хорошая игра получилась с обеих сторон. Живая такая игра с обидным атак. Голов, то, что нравится зрителю. Проиграв первый тайм со счетом 2-0, соперник перестроил игру. Иртыш заиграл в более открытый и атакующий футбол. Из-за чего уже на 47-й минуте получил мяч в свои ворота, не сумев остановить Алексея Каштанова. А затем на 55-й Азнаур Гирюгов, оформив дубль, записал на свой счет 8-й мяч, забитый за ульяновскую команду. Футболисты Иртыша продолжили с завидным постоянством устраивать опасные вылазки в направлении ворот Семена Морозова, одна из которых на 61-й минуте позволила мячам один мяч отквитать. Если вот отбросить результат, возможно, это в какой-то степени смешно будет звучать, да, но игра команды мне понравилась нашей, особенно в первом тайме, да. Приличный уровень был. Футбола показали, да, и рейсинговали команду, и неплохо комбинировали против хорошего соперника. Но надо отметить исполнительское мастерство Волги. До финального свистка болельщики еще дважды сумели оценить это самое исполнительское мастерство. На 75-й минуте гол в свою копилку положил Герман Паскин. Спустя 10 минут за две желтые карточки поле покинул главный бомбардир четвертой группы Иван Донсков. А точку в матче поставил Билал Билалов, реализовавший уже в добавленное время назначенный в ворота Иртыша пенальти. Итоговый счет 6-1. Волга сохранила за собой первую строчку турнирной таблицы и теперь готовится к выездному матчу против главного аутсайдера чемпионата – Ижевского «Зенита». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться. А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Субтитры создавал DimaTorzok Бессмертные хиты в исполнении рок-музыкантов и симфонического оркестра. 9 октября. Дворец губернаторский. Супер цены в «Светофоре». Колбаса вареная «Докторская» – 1 килограмм 127,90. Масло сливочное «Традиционное» – 500 грамм 102,90. Во всех магазинах «Светофор» – Ульяновская, Инзебрыша, Кузоватова, Чердоклот и Димитровграда. Партнер прогноза погоды – Центр языков и культур УЛГПУ. По данным сайта «Гесметио», 4 октября в Ульяновске пасмурно. Небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью от 5 до 9 градусов, днем 6-10 выше нуля. В городе температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 7-9 градусов со знаком «плюс». Ветер преимущественно восточный – 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Центр языков и культур Ульяновского государственного педагогического университета ждет вас на курсы английского, немецкого, французского, испанского и китайского языков. Вы сможете заниматься с преподавателями одной из старейших языковых школ по Волжье, а китайскому и испанскому языкам учиться у носителей языка. Пройти обучение во французском ресурсном центре УЛГПУ и сдать международный экзамен по французскому языку «Дельф-Дальф». С нами обучение будет увлекательным и успешным, а поездки по миру станут содержательнее. А теперь поговорим немного о молодежи. В регионе стартовал губернаторский конкурс проектов, принять участие в котором могут молодые ульяновцы в возрасте от 18 до 30 лет. До 15 октября они должны представить свои проекты, лучшие из которых наградят из грантового фонда в полтора миллиона рублей. Работы принимаются в 10 номинациях. Инновации, научно-техническое творчество, предпринимательство, работающие молодежи, профессиональная траектория, творчество. Молодежное медиа, добровольчество, здоровый образ жизни, спорт и культура безопасности, патриотическое воспитание. Молодежное самоуправление, формирование российской идентичности и единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, поддержка молодежи, принуждающиеся в особой защите государства. Каждой номинации жюри отберет по три проекта. Обладатели первых мест получат по 75 тысяч рублей, вторых 45, а третьих 30 тысяч рублей. О молодежном взгляде на родной город расскажем далее. Привет, телестрители! Ты смотришь новый выпуск проекта «Перекличка»? Фух, всем привет! С вами Влад, Мурочка Ульяна и Егор. Знаете, в такой солнечный денек мы решили, что неплохо было бы освежиться. Курочка Ульяна любит гулять возле водички. Отлично! Ведь сегодня мы узнаем, какие фонтаны, по мнению ульянацев, самые красивые и популярные. Узнаем и обязательно бросим монетку, чтобы желание загадать. Да, Ульяна? Ну, удачи вам! Мы пошли! В старину, когда не было водопровода в городах, а вода из рек не всегда годилась для питья, снабжением горожан питьевой водой занимались специальные люди, которых называли водовозами. Водовозами были обладатели телеги, запряженные лошадью, на которой помещалась большая бочка. Воду в бочку наливали из специальных колодцев. После строительства водопровода профессия водовоза стала ненужной и исчезла. В честь 150-летия Симбирского водопровода в 2012 году в Ульяновске появился уникальный фонтан-памятник Симбирский водовоз. Фонтан, выполненный в виде скульптурной композиции Симбирский водовоз, расположился на улице Островского, перед административным зданием Ульяновского водоканала. В качестве эскизов использовались сохранившиеся фотографии 1920 года. Для изготовления фигуры водовоза пригласили пермских кузнецов Сергея Овчинникова и Ольгу Стенну. В композиции фонтана-памятника Симбирский водовоз есть не только лошадь и водовоз, но еще в чаше фонтана можно увидеть лягушку и рыбку. Рядом с новым памятником фонтана можно разглядеть обязательное постановление городской управы 1910 года, которое гласит, разрешение на водовозный промысел выдается городской управой. Лица, желающие заняться водовозным промыслом, должны представить лошадь в экипаже и упряжке. На свидетельствовании членам городской управы в присутствии ветеринарного врача. Вечером фонтан-памятник преображается красивой подсветкой. А еще говорят, если погладить жабу, которая находится в чаше фонтана, исполнятся самые заветные желания. За исполнение желаний фонтан-памятник «Симбирский водовоз» занял третье место в нашей перекличке. Фонтан-девочка находится на территории Владимирского сада, одного из старейших парков Ульяновска. По историческим данным, мы знаем, что город в конце 19-го, в начале 20-го века украшали два фонтана. Один со скульптурой мальчика находился на новом венце, а второй со скульптурой девочки в Владимирском саду. Владимирский сад – третий общественный городской сад города Симбирска. Разведен в 1873 году с юго-восточной стороны Соборной площади. Сад с северной части был отделен решеткой от бульварной венце. В нем появился фонтан. Фонтан был украшением сада более 100 лет, но, к сожалению, разрушен. Сама скульптура была деформирована и повреждена в области левого бедра. Также не хватало нескольких херувимчиков и деталей от фонтана. Сейчас восстановленный фонтан квадратный, стенки бассейна отделаны мраморными плитами. Чугунная скульптура девочки установлена на новый перестал, отреставрирована, покрыта краской золотисто-бронзового оттенка. К стенкам бассейна с двух сторон от центральной скульптуры прикреплены головы херувимов. Фонтан во Владимирском саду – один из первых в Симбирске. Он представляет собой настоящую культурную и историческую ценность. Обновленная композиция стала украшением сада и излюбленным местом ульяновцев. Уникальный фонтан 19 века на почетном втором месте нашей переклички. Поющий фонтан – одна из достопримечательностей Ульяновска. Она находится в центре города. Здесь можно провести время с детьми, романтический вечер, ну или просто насладиться красивой музыкой. Достопримечательный объект находится на территории площади столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, рядом с Ленинским мемориалом. Торжественное открытие света музыкального фонтана аттракциона «Торнадо» было осуществлено в июне 2008 года, в день 360-летия Симбирска. Сам фонтан вполне обыкновенный. В такт под музыку сквозь решетку пробивают струи на много метров вверх. А в жаркий летний день и взрослые, и дети не проще в нем освежиться. Хореография для такого типа фонтанов создается с помощью специальной программы, которая пишется на персональном компьютере под определенную музыкальную композицию. Самые ранние из них исполнялись вручную, оператором, который обычно управлял насосами, клапанами и подсветкой. Работа через пульт управления, так как музыка и песни исполнялись без фонограммы. В городе летятки фонтанов, но почему-то именно этот фонтан пользуется большой популярностью. Взмывающие струи никого не оставят равнодушным. Поэтому это заслуженное первое место в нашей перекличке. Мы с Ульяной выбрали себе фонтан, в который монетку будем бросать и желание загадывать. А можно и с вами? Конечно можно, только сначала со зрителями мы попрощаемся. А для вас перекликивали Ульяновский Влад, Егор и Курочка Ульяна. До встречи на улицах города! Пока! У тебя есть мелочь, чтобы фонтан бросить? Где ты была? Гульнар, скажи, как ты считаешь, за модой нужно гнаться или все-таки пусть идет как идет? Ну, я думаю, гнаться не стоит. Ну, как бы идти в ногу все-таки с ней нужно. Надо, нужно, да? Да. А вот ты умеешь, собственно говоря, вот так вот... Ведь некоторые гонятся, гонятся, но все-таки не успевают и ничего не догоняют. Ты как? Все-таки так, да, хватаешь? Я стараюсь. Ну, может, есть и те, кто не догоняет. Я свидетель, я свидетель, да, стараюсь. А с чего это ты заговорил об этом? Не спроста, не спроста. Я завел этот разговор. Новый партнер нашей традиционной рубрики «Стиль» поможет в любое время года и в любое время дня и ночи выглядеть и стильно, и привлекательно. Доброе утро. Меня зовут Марина, я ведущая рубрики «Стиль». И сейчас расскажу вам о новых тенденциях этой осени. Эко-шубы – самый горячий тренд сезона. Они вновь завоевывают лидирующие позиции в мире моды. Многообразие цветов и фактур эко-меха позволяет создавать настоящие творения искусства, которые во многом даже превосходят натуральные меха. Основное правило при выборе шубки – это свобода. Пусть между вами и шубой будет воздух, чтобы не было ощущения скованности, а иногда имеет смысл взять ее даже на размер побольше. Не забывайте, что под нее вы еще наденете что-то теплое – свитер, кардиган, жилет, жакет, и вам в этой многослойности должно быть комфортно. Короткая шуба из искусственного меха «Маст Хэв Модниц» уже несколько сезонов подряд. Такая верхняя одежда сделает любой образ эффектным и слегка нарядным. Она отлично смотрится как в тандеме с вечерним платьем, так и поверх повседневного свитера кожаных брюк трикотажного костюма. Однако длина шубы все же дело личных предпочтений и образа жизни. Автоледи чаще предпочитают короткие модели. Если вы передвигаетесь пешком, то логичнее будет выбрать длину миди или макси. Прикрыть бедра и ноги – так точно будет теплее. Для создания стильного повседневного образа наденьте шубу с кожаными брюками или грубыми ботинками. Вещи могут быть подобраны как в тон друг другу, так и сочетаться на контрасте. Дополните ансамбль длинным однотонным шарфом, стеганой сумкой на крупной цепочке и шапкой бини с отворотом. Дополнив образ аксессуаров, мы завершаем образ и делаем его более романтичным. Цвет шубы выбирайте, отталкиваясь от основных цветов вашего гардероба. Нейтральные, такие как бежевый, черный, серый подойдут практически ко всему. Яркие цвета более требовательные. Тут нужно тщательнее продумывать образ. Если выбираете шубу яркого цвета, пусть ее крой будет лаконичным. Особенно популярен анималистичный принт – леопард и зебра. Его выберут самые смелые девушки, которые хотят быть в центре внимания. Чтобы леопардовая шуба органично смотрелась в образе, ее стоит уравновесить однотонными вещами. Это может быть базовая черная водолазка и юбка в тон, лаконичный брючный костюм, нейтральный свитер или джинсы без декора. Этой осенью вы будете самой модной девушкой. Выбирая шубу из искусственного меха, стоит обратить внимание на модели с натуральными волокнами, так как они позволяют телу дышать. У эко-шубки много преимуществ. Она послужит не один сезон и в ближайшее время точно не выйдет из моды. Шуба впишется практически в любой гардероб, а если она будет яркой, станет вашей визитной карточкой. Доброе утро! Мы продолжаем и продолжаем это утро разговором о победах и соревнованиях. Конечно, у нас сегодня в гостях призер чемпионата по профессиональному мастерству Евроскилз Грац 2021 Александр Иноземцев. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Поздравляем. Спасибо. Это очень заслуженно. Вот мы сейчас перед этим объяснили. Давай введем в курс дела наших телезрителей. Что за чемпионат, какая дисциплина и каков результат ваш? Чемпионат назывался Евроскилз, проводился он в городе Грац, Австрия. Выступал я по компетенции ремонта и обслуживания легковых автомобилей. И вот, собственно говоря, почему я вот так сразу с поздравления начал. Вы единственный человек от региона, который представлял, собственно говоря, свою компетенцию. Совершенно верно. А вот со всей страны, Россию представляло сколько претендентов? Около 60, но точно я вам не скажу. Вот видишь, как гульнар. А вот такая компетенция, она с чем связана? Это с вашей профессиональной деятельностью, естественно, да? Совершенно верно. То есть вы и преподаете, и работаете, и еще и участвуете в различных соревнованиях. Как все успеваете? И почему вам недостаточно просто работы и преподавания? График очень напряженный. Пытаюсь делать два дела одновременно. То есть и учиться, и заниматься, и проводить пары. Ну, пока справляюсь. Да, да, мы видим и знаем результат. Видим вот его достижения. Да, на груди. И медаль, да, и форма. А кто, собственно говоря, на чемпионат вас делегировал, выдвигал? Или вы такой самовыдвиженец? Выдвигал на чемпионат нас Ульянский авиационный колледж. То есть это наша тренировочная база. Я хочу сказать, вы работник Ульянского авиационного колледжа. Благодаря колледжу я попал в сборную. И после сборной, где прошел отбор, и после многочисленных подготовок попал на мировые соревнования. Подготовки это были региональные, да, какие-то старты? Сначала был региональный этап, потом областной, после Россия. И уже отборочные сборные Российской Федерации. А в чем заключалась суть отбора? Как вот через эти этапы проходить? Суть отбора заключается в выполнении модулей. Их может быть различное количество. То есть это задание? Да, это определенное задание. Связано с несколькими модулями и по разной степени сложности. Ну вот, да, вот ваша компетенция, собственно, она в чем заключается? Да, что есть, что делать-то? Ну, например, разобрать, отдефектовать, замерить и собрать двигатель. Это один модуль. Таких модулей может быть 6, 8, 9. А кто оценивает работу? Оценивают эксперты. То есть в России это, понятное дело, какие-то учителя, преподаватели. На мировых соревнованиях это уже, соответственно, англоговорящие эксперты. Такие же, скорее всего, преподаватели и бывшие конкурсанты. Александр, для вас это первый был международный старт? Для меня это был второй международный старт. Первый международный конкурс мой был в 2019 году в Китае. Это была та же дисциплина, тот же турнир? Да, совершенно. Ваша специализация. Да. Каковая? Ну и как было тогда, и как? Ну да, вот есть же с чем сравнить. Вот, пожалуйста, в чем разница? Тогда меня отправляли просто как для тренировки. То есть узнать, как это все происходит, как происходит общение с экспертами, с конкурсантами и как проводится оценка конкурсного задания. То есть тренировка к чему? Вот, собственно говоря, вот к этому, да, чемпионату, который состоялся? Совершенно верно. Ну, судя по всему, неплохо. У вас была тренировка и подготовка. А кто за вас переживал? Кто болел за вас? Переживали все, как жена, так и родители. Ну, а профессиональный коллектив? Соответственно, и моя команда. Колледж? Колледж, команда, которая меня готовила. А вот, Александр, кстати, да, вот за любой победой, всякий раз не только победитель, а его команда, вот действительно, группа поддержки. Понятно. Семья, коллеги, а вот команда. Кто эти люди и как они вам помогали? Наша команда состоит из нескольких человек, раскиданных по разным регионам Российской Федерации. С Ульяновска у нас есть один тренер, также с Хабаровска и несколько тренеров с Москвы. То есть вы занимаетесь сразу с несколькими специалистами? Да. В чем сотрудничество, в чем командность? В том, что эксперты... Так. Они эксперты в каждой своей области, правильно? Или вот в вашей специализации непосредственно? Как вообще это возможно? Они находятся в других городах? Вы в Ульяновске и тренер ваш в Ульяновске. Тренировочная база находится у нас в авиационном колледже. Мы... Тренера съезжаются туда, и мы проводим тренировку. В плане... Один эксперт показывает диагностику, второй эксперт показывает модуль, допустим, тормоза-подвеска, третий эксперт электрику. То есть все в очном формате? Все в очном формате. То есть, наверное, это нечасто, да? Это каждые две недели. А, часто. Ну, довольно-таки, да. Периодичность такая. А вот если опять возвращаться к этапам чемпионата, какой из них для вас самым таким оказался, может быть, сложным, и в чем его сложность? Самым сложным для меня оказалось евро. Угу. Так. И какие препятствия вставали на вашем пути? Препятствия вставали в виде сильного волнения и языкового барьера. У-у-у. А там был рабочий язык английский или... Рабочий язык только английский. Ну и как же вы так, Александр? Да. Как справились, как дошли? Все равно, да, до своих высот. Подготовка. При помощи экспертов, при помощи тех же преподавателей в авиационном колледже. По чуть-чуть, ну, и получилось четвертое место. Как встретили на родине, давайте так. Сначала встретили в Москве. Угу. Аплодисментами, цветами, поздравлениями. После в Ульяновске, также в аэропорту, встретил у нас директор Ульяновского авиационного колледжа Наталья Николаевна Китаева. И также команда, которая у нас находится в колледже. Александр, та медаль, что у вас на груди красуется, это медаль не за первое, не за второе, не за третье место. Это особый медальон за профессионализм. А вот как определяли это? Вообще же это, наверное, субъективно или нет в вашем случае? Можно прям фактами подтвердить, что вы самый лучший. Медальон за профессионализм дается за четвертое, пятое место. То есть просто не хватило баллов, немного. Сколько? Точно не скажу. Ну и не из чего складывается вот такая вот точность, вот такая вот детальность-то она, да, в чем заключается? Точность баллов складывается из выполнения модулей. Допустим, на двигателе я набрал 15 баллов, на электроке я набрал тоже 15 баллов. В общем, за все модули, а их было 6, насколько я помню, либо 5, сложилась общая сумма, из которой подвели итоги. Ну вот на двигателе 15 баллов. Это что значит? Это много или... Да, собственно говоря, все равно, какие критерии-то, то есть что нужно было сделать с двигателем, что вы не доделали с двигателем, что вы наоборот сделали с двигателем так. Так, дается задание, тест-проект, в котором все написано, что нужно разобрать двигатель, продефектовать, замерить и собрать. Конкурсант, читая это задание, пытается его выполнить, находит неисправности, записывает их, и при этом смотрит техническую документацию, при этом общается с экспертом. Все это на английском языке. После этого эксперт, смотря на все эти действия, выставляет оценку, которая у него уже написана в его оценочном листе. То есть конкурсант не знает, сколько там общего количества баллов и какой аспект он должен сделать, чтобы он получил эту оценку. То есть только в конце объявляются результаты, да? Да. То есть всегда нужно на 100% выкладываться. Ну, а вы довольны тем результатом, который удалось достичь? Можно было и лучше. Ну, это, конечно, понятно всегда так. Но вообще вы ехали с намерением каким? Войти в тройку или все-таки десятка? Была бы уже престижно достойна. Войти в тройку. В тройку. Ну, вы остановились в шаге от этого, в принципе. Это тоже очень достойный результат. Это не, да, это второе, но не финальное, не завершающее ваше выступление на чемпионатах подобного толка. Впереди Шанхай. Вот. Когда? Да. В 22-м году. Примерно в этих же числах. Та же дисциплина? Все то же самое. Как будете готовиться теперь, с учетом уже такого опыта, не единственного выступления? Теперь больше упора буду делать на иностранные языки и на подготовку по самовнушению. То есть самоконтроль. 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 А, ну это вот эмоциональная составляющая. Чтобы не волноваться, да, сохранять спокойствие. Да, все очень важно. Но вот, кстати, вы так, о семье немного сказали. Это же тоже такая большая группа поддержки. Наверняка гордятся своим героем. Кто гордится, как гордится. А что-то в дни до Шанхая. Да, еще Шанхай впереди, да. Опять переживать семье. Встретили тепло с обниманием, с пониманием. С гордостью я вам сказала. Медаль-то привезена домой. Отец, мать, сестры, жена. Ну здорово. Ну а это тоже очень важно, иметь такую родную поддержку. А вот как-то учреждение, в котором вы работаете, оно тоже будет вас сейчас как-то готовить на шанхайское выступление? Конечно, оно будет, скорее всего, предоставит дополнительное оборудование для подготовки. Также, скорее всего, выделит больше времени для подготовки к английскому языку. Ну, то есть, значит, означает ли это, что вы меньше будете заниматься педагогической деятельностью? Нет. Нет, то есть все равно такой баланс какой-то будет, да? Буду сейчас совмещать. А это много времени, я тема, это ваша педагогическая деятельность? Как часто у вас занятия с ребятами? Занятия у меня бывают раз в неделю. Раз в неделю, два-три дня, с девяти до шести. Кстати, вот, Александр, об учениках, да, в Гульнармоне поговорили? Александр, а они-то как? Как они встретили своего мастера? Честно, те группы, которые я вел, они уже выпустились. Новые группы я еще... с новыми группами я еще не знаком. Учеников все впереди, да, их мастер их ждет, тем более шанхайское выступление. И расскажете в своем опыте, да, в Австрии. Ну что ж, желаем вам удачи в вашей подготовке, в вашем выступлении в Шанхае, ну и достижения тех целей, которые вы себе ставите. Поздравляем, Александр. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня был Александр Иноземцев, призер чемпионата по профессиональному мастерству Евроскиллс Грац 2021. Утро с репортером продолжается, впереди еще много интересного. В конце прошлой недели наши коллеги задались вопросом о том, что же такое фитнес и с какого времени он ведет свою историю. Да, мы продолжим, но начнем копать из глубины веков, с доисторических времен. Именно. Сам термин «фитнес» появился в 70-е годы прошлого века в Америке. Но его история фактически насчитывает тысячи лет. Еще первобытному человеку хорошая физическая форма помогала выживать, добывать себе пищу и защищаться от диких зверей. То есть получается, что древние люди занимались фитнесом неосознанно. Прыгать, бегать, приседать, нагибаться их вынуждала сама жизнь. Наскальные пещерные изображения той эпохи изображают человеческие фигуры, которые не просто двигаются или танцуют, но и метают копья, булавы, бумеранги. Да, оно и понятно. Ведь мужчинам, чтобы стать хорошим охотником, приходилось развивать ловкость, меткость и силу. Конечно. И с развитием животноводства и сельского хозяйства человека появились помощники, начиная от животных и заканчивая различными инструментами. Но работать все равно приходилось много, поэтому люди были здоровыми и выносливыми. Фитнес продолжил свое развитие в древних цивилизациях. Ну а физическую нагрузку связывали с благосостоянием. Считалось, что не болеет и хорошо живет тот, кто много работает. Тему фитнеса в рубрике «ЗОЖ» продолжат наши партнеры. Доброе утро. Меня зовут Марина, я фитнес-инструктор. Хотела бы вам сегодня рассказать о позе ухода ко сну в промежутке с 22 до 23 часов. В нашем организме днем происходит углеводный обмен, а ночью происходит жировой. За расщепление жиров отвечает гормон роста, который вырабатывается с полуночи до трех. Если мы не спим в это время, то гормон роста не выполняет свою функцию и вероятность набора веса очень велика. Когда мы ложимся спать, после 11 часов вечера нарушается синтез гормона грелина, который отвечает за чувство голода. И после 11 часов вечера, соответственно, появляется чувство голода и большая вероятность переесть. Когда вы часто просыпаетесь, уровень грелина повышается, и поэтому самый здоровый и полезный сон непрерывный. Отправляясь спать до полуночи, вы поддерживаете уровень кортизола в норме. Мы привыкли считать кортизол вселенским сломом, который вызывает стресс. Но он нам необходим для бодрого пробуждения, для активности днем. Ближе к 6 часам уровень кортизола снижается, и в 22-23 часа уже появляется желание спать. Подытожим. Чтобы ваши гормоны были в норме, вам необходимо ложиться спать в промежутке с 10 до 11 вечера. И спать на протяжении 6-8 часов. Спасибо за внимание. Желаю вам здоровья. И завтра в эфире вы узнаете, как побороть лень. Более 17 тысяч семей в регионе получают материальную поддержку по нацпроекту «Демография». 10,5 тысячам семей выплачивают ежемесячное пособие за рождение первого ребенка, а более 6,5 тысяч пар за рождение третьего и последующих. В обоих случаях сумма составляет около 10 тысяч 917 рублей. По информации профильного ведомства, на поддержку семьи с детьми выделено около полутора миллиардов рублей. Это одна из наиболее значимых программ национального проекта. Помимо нее, в нашем регионе действует спорт «Норма жизни», старшее поколение, содействие занятости и укрепление общественного здоровья. Кроме этого, по нацпроекту в регионе реализуется масштабная ясельная программа, благодаря которой в Ульяновской области с 2019 года открыто 5 детских садов. Продолжается строительство еще двух дошкольных образовательных организаций в региональном центре и селе Сосновка Корсунского района. Открытие новых социальных объектов помогает обеспечить шаговую доступность дошкольного образования. Все объекты оснащены современным оборудованием. Всего же на выполнение пяти программ национального проекта «Демография» в 2021 направлено более 2,5 миллиардов рублей. Рубрика «Главном» продолжит утренний эфир. Вот у нас пришло 259 транспортных коробов. В каждой из них по 80 упаковок еще. Вот это мы каждую сканируем. На закупку лекарств от ковида областной бюджет выделил порядка 40 миллионов рублей. Вчера у нас поступил первый лекарственный препарат «Умифенавир» – противовирусное лекарственное средство. В количестве 20 720 упаковок на сумму более 9 миллионов рублей. Дальнейшие поставки расписаны буквально по дням. Арбидол, фавипировир, антикоагулянты. Важный момент – все лекарства предназначены для амбулаторных больных, то есть болеющих в домашних условиях. Наболевший для многих ульяновцев вопрос – а почему, собственно, вообще возник дефицит? Те препараты, которые закупались, они закупались за счетом 2 тысяч человек на блогерном этапе в настоящее время. У нас их 7,5. Препараты каждому пациенту, они нам назначаются после осмотра врача. И двух одинаковых пациентов не бывает. На пресс-конференции, посвященной делам ковидным, не только о лекарственном обеспечении. Тут тебе и цифры заболеваемости – 318 случаев за сутки. И статистика наших потерь – 2610 человек за период пандемии. 80% из них – категория 65+. В настоящий момент больше всего заболевших в возрастной группе от 30 до 49 лет. 75% земляков переносят заболевание легко, а 7% – вовсе бессимптомно. Однако они заражают других, и разорвать порочный круг циркулирующей инфекции способна только вакцинация. Я уже цитировала одного доктора, который мне сказал, вы знаете, я совершенно не жалко людей, которые сейчас болеют коронавирусом. Для меня это было удивительно. Я сказала, как это так? Она сказала, потому что в 2020 году болели, и у людей не было выбора болеть или нет. В 2021 году – это ваш выбор. Будете ли вы лежать в сационаре, или вы будете здоровы. К слову, о лежать. Ковидные госпитали заполнены. Планируется организовать 250 дополнительных мест. Переговоры о возведении ковидного центра ведутся на правительственном уровне. Поликлиническое звено города и области укреплено добровольцами-ординаторами. Запасы кислорода есть, но и потребность растет ежечасно. А тут еще сезонный грипп подоспел. На сегодня у нас серьезное прогнозирование. У нас уже на территории Ульянской области, несмотря на то, что мы обследовали очень малое количество людей, у нас уже зарегистрировано парагрипп, риновирусная инфекция, аденовирусная инфекция, что не регистрировалось в прошлом году. И здесь все сводится к вакцинации. Совигрип и ультрикс-квадри в лечебных учреждениях в наличии. Вот только сейчас в Центре управления регионом закончилась пресс-конференция относительно всех ковидных дел. И вы знаете, вышло с очень тягостным чувством. Во-первых, Минздрав официально подтвердил смерть 15-летнего подростка в Димитровграде от коронавируса. Во-вторых, никаких обнадеживающих сведений, никакой обнадеживающей информации не поступило. На сегодняшний день привито чуть более 300 тысяч ульяновцев, тогда как для формирования коллективного иммунитета нужно около 700 тысяч. Но теми темпами вакцинации, которые сейчас, мы его не достигнем, этого самого коллективного иммунитета, просто никогда. В Ульяновске готовится к масштабному проекту по расчистке 23 километров русла Свияги в черте города. Проект работ для первого отрезка от Вырыпаевки до моста Номинаева отправят на государственную экспертизу в ноябре. В основу вошли данные инженерных изысканий, которые Центр-регион Водхоз проводит с апреля месяца. Сами работы начнут в 2022 году по проекту сохранения уникальных водных объектов нацпроекта «Экология». Из федерального бюджета выделят около 600 миллионов рублей. Со следующего года планируется начать первый этап от поселка Вырыпаевка вниз по течению до Минаевского моста. После этого планируется разработка проекта и расчистка Свияги вниз по течению до поселка Мостовая, а затем до поселка Сельдь. Реализация второго и третьего этапа запланирована на 2023-2026 годы. Далее расскажем о других интересных новостях из жизни региона. Вкус и качество – вот основные аспекты, благодаря которым родники попадают в список благоустраиваемых объектов. А еще положительное – санитарно-эпидемиологическое заключение специалистов сыграет на руку местным жителям в деле восстановления родников. Мы настаиваем, чтобы данное санитарно-эпидемиологическое заключение находилось непосредственно на своем роднике. И также настаиваем, чтобы муниципалитет в последующем при уже поддержании родника и при эксплуатации родника каждый квартал проводил измерение той воды, которой пользуется население. Раньше сами делали, как-то что-то старались, а сейчас, конечно, изменилось. Навес сделали в прошлом году, мост построили и сделали, помогли сделать. Здесь облагородили, здесь все лучше стало. Родник жителями деревни Федоровка любим. Народная тропа к ключу не зарастает. Зимой и летом местные жители отправляются к источнику в поисках живительной влаги. В прошлом году родник обновился. В рамках реализации государственной программы охраны окружающей среды в 2021 году благоустроено 26 родников. Сейчас мы уже практически на финальной стадии. Дальние районы, южные, закрывают родники. Общий объем финансирования в 2021 году предусмотрен в размере 2 миллиона 400 тысяч рублей. Здесь заменили коптаж, установили деревянный сруб, лавочку, привели в порядок прилегающую территорию. А еще в этом году тут появился деревянный настил. Данная программа продолжится и в следующем году. В рамках формирования бюджета 2022-2024 года предусмотрено финансирование по программе охраны окружающей среды в размере 2 миллиона 600 тысяч рублей на благоустройство родников во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. В году текущем в Николаевском районе благоустроили сразу три родника. В селе Паника, Елшанка и рабочем поселке Николаевка. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Холоднее дни и ночи, опадает желтый лист, днем придет водопроводчик, в батареях зашумит. К 85-летней Марии Степановне давно никто не приходит и неизвестно, когда зашумит. Нет родных, друзей и тепла. Есть носки и одеяло, грелки и хвори. Я перенесла инсульт и болею. С тех пор голова болит. Буквально на наших глазах происходит чудо. Отопительный сезон 2021 приобретает ощутимые очертания. Батареи чуточку прям даже не теплые, а вот знаете, как парное молоко. Слабо-слабо. Но видно, что подача тепла начинает осуществляться, но пока батареи еще не нагрелись. И поэтому Мария Степановна у нас спасается вот обогревателем. Видите, 23 градуса. Тепло в такой дом, конечно, можно дать, но ведь его еще нужно удержать. А посмотрите, вот здесь, вот в этом перешейке, который соединяет два корпуса 43 и 43А по улице Врача Михайлова, нет стекол. Рассказывает, что в незапамятные времена здесь была столовая. И сейчас вроде бы тоже собираются что-то строить, но что и когда, непонятно. А пока люди живут, как живут. Ведь, как они сами говорят, жить-то как-то надо. Примерно под этим же малооптимистичным девизом живет у население сразу нескольких пятиэтажек. В поселке Опытное Поле. Живем уже много лет здесь, и как бы никогда проблем у нас не было с отоплением. Но вот в этом году решили построить вот эту вот новую котельную, модернизацию, скажем так, да. Но почему-то отопления у нас в квартирах нет. То есть весь город уже 99% отапливается, а мы нет. А самое главное, впереди зима. Да. И что нас ждет? Впереди заморозки, мы боимся. Ну сколько можно на нервах людей играть? Ну мы же тоже люди. Холод в домах буквально выгнал местных обитателей в сомнительное уличное тепло. Говорят, поначалу новой котельной даже радовались, но когда температуры в квартирах пошли на понижение, градус возмущения напротив зашкалил. Всеобщее негодование подогревает факт. Вопросов много, а задавать-то кому? В такой момент дома холодные, и никого нет возле этой котельной. Руководящих даже нет с кого спросить. Ужас. Стенание продолжается в квартирах, где буквально плачут стекла и хозяева, предвидя платежки за потребление электроэнергии. Тепловая пушка у Муминых работает едва ли не круглосуточно. Влажность в помещениях запредельная. Но только так здесь можно находиться. А ведь в семье двое малолетних детей. И оба болеют. И причем без конца. Мы два дня сходили в садик, пришли, опять болеем. В школе карантин, ребенок на карантине сидит. Класс на ОРВИ. ОРВИ вряд ли ограничится. Стены в плесени, обои к полу, а с потолка летит штукатурка. Пытаемся разобраться. Тем более у котельной оживления прибыло начальство. Ловим с вопросом. Когда ж тепло? Ну хоть немножко, чтобы люди понимали. Нет, я не буду ничего говорить. Есть какое-то понятие, есть руководитель. Вот вы сюда пришли, по чей, по команде? Мне не было, пожалуйста, касалось, мне неприятно. Представители управляющей компании «Любизни» ситуацию проясняют, что называется, без рук, практически на пальцах. Упуская технические подробности. Комиссия работает, режим на отладке. Я думаю, два-три дня, и мы его наладим. То есть мы сейчас занимаемся полностью регулировкой, полностью. По одному дому мы идем, проходим. То есть не все дома сразу. Сроки-то озвучили, а заковыки остались. К концу дня точно разберутся в основных причинах. Самое главное – это получить доступ в закрытые квартиры, чтобы стравить воздух. Как только воздуха в системе не будет, циркуляция будет налажена, и вопросов с качеством никаких не должно быть. Сказано, снято, проверим. Возвращаясь к цифрам, из 3600 многоквартирных ульяновских домов без отопления остается не более трех десятков. Претензии принимают в центрах управления – городом, регионом. Мерзнут в доме наши люди. Тут любого приберет. А тепло, наверное, будет. Пусть надежда не умрет. Татьяна Домоданова и Геннадий Бухтояров. Репортер 73. Битва Ливанова на Ливанова за жизнь и здоровье мопса против свора бездомных собак состоялась в конце прошлой недели. Храбрость и молниеносная реакция Александра, хозяина пса, помогли четвероногого друга не просто отбить, а сохранить в полном здравии. Благодаря спорту Александр Ливанов профессионально занимается баскетболом, мгновенно оценил расстановку сил и принял, как ясно уже теперь, единственное верное решение. Они побежали с двух сторон. Пытался отбить одну собаку, потом повернулся в вторую и уже понимая, что у меня начинают тащить собаку, вариантов нет. Приходится как-то делать типа прыжок на свою собаку, тащить под себя, гребать, прятать его. Ну все, вырвал из лап. Позже подбежал сосед. Большое спасибо ему в моем доме. Так бы сделал каждый хозяин, считает Александр. С другой стороны, такая свора могла бы разорвать обоих. Повезло, что трагедии не случилось, но с подобным соседством несчастный случай – вопрос времени. Бездомные стаи – это практически всегда потомки собак, выброшенных на улицу нерадиными хозяевами. Брошенные собаки считаются более агрессивными в силу того, что животное находилось у человека долгое время, с ним общалось. Потом по непонятным причинам оно было выброшено на улицу, оно произвало судьбы. Судьба четвероногих, напавших на Александра и его псам, заинтересовала администрация Ульяновска. Стаю разыскивают почти что по горячим следам. Проведены совместные обходы. В рамках этих обходов выявить нахождение собак не представилось возможным. В связи с этим, сегодня, 27 сентября, подрядная организация администрации города расставленной ловушки. Отловлена одна собака. Всего их четыре. Работа продолжается. Собака друг человека. Когда человек собаке друг, уличная стая выживает по законам джунглей, хоть и городских. Свора лает, иногда кусает, бесконтрольно плодится, хотя последнего в сфере, принятой несколько лет назад программы ОСВВ, происходить и вовсе не должно. Но есть одно существенное «но». Уже внесены цифры на следующий год по финансированию. Вот у меня как бы есть официальный документ в виде ответа финуправления в общественную палату, где прописано, что финансирование на следующий год предполагается в размере трех миллионов рублей на всю область. Чтобы вы понимали, в прошлом году она была 8 миллионов, ну приблизительно позапрошлым 8 миллионов, позапрошлым 8 миллионов, а вот в этом году она будет 3 миллиона. Недофинансирование практически сводит на нет все усилия по контролю популяции бездомных четвероногих. При этом пример других городов, взять Калининград, показывает, что при достаточном финансировании ОСВВ прекрасно себя показывает. Собак без хозяина на улице практически не встретить. Но даже самая продуманная программа не заработает, пока мы в ответе за тех, кого приручили, слова из сказки далекие от действительности. Обсудив ковидные запреты, депутаты остановились на теме медицины. Удивительно, но представитель КПРФ Виталий Кузин не рубил с плеча, требуя разобраться, наказать и отстранить. Посетовал на некоторую закрытость медиков. Я, конечно, думаю, что они работают, да, они что-то пытаются предпринять в борьбе с ковидом, но об этом нужно говорить в публичной плоскости. Если люди у нас не знают, чем занимается Минздрав, конечно, будут расти всякие слухи. Риторика красных заметно изменилась в целом. Спокойные, взвешенные. О переименовании площади Ленина, ныне Спасской, больше не говорят, как о преступлении. А тему обратного переименования поднимать не спешат, рассуждают о необходимости демократического подхода. Локомотивом народного гнева в ЗАГС-собрании теперь называют Матвея Володарского. Посылавший Айрата Гебаддинова понюхать лифт, вышедший из фракции КПРФ, с которой заходил в ЗАГС, Володарский обличает и грозит. Бурно возмущается и спрашивает окружающих. Искал у себя в округе помещение для приема граждан. 9 тысяч рублей, не больше. Экономить. Нашел только подвал и чердак. Понимаете? Бросил, махнул рукой и ушел. Мы сколько будем, понимаете, гостей в студии вот здесь ходить? Мы выделяем на аппарат, извините, сотни миллионов, а на помощников денег нет. Это при том, что бюджет серьезно ужимается, исходя из ситуации. Большинство коллег Матвея Константиновича уверены, помощники нужны. Только приоритеты все-таки следует расставлять верно. Сперва народ, потом избранники. Приглашенный на заседание представитель Совета Федерации отметил, Палата регионов уже обсудила положение дел в субъектах и подготовила для федерального правительства документ, который поможет министрам правильно распределить финансирование. Я думаю, что все-таки объем финансирования, финансовой помощи со стороны федерального бюджета будет больше. И вот эта вот закредитованность и дефицит будет, все-таки мы его разгрузим, эту ситуацию. Работа законодателей над бюджетом начнется в октябре. Разобраться с доходами, расходами, дефицитом и его минимизацией народным избранникам предстоит в двух чтениях. Премия с членами правительства обещают быть жаркими. И депутаты, и министры готовы отстаивать свою точку зрения и драться за каждую копейку. Главное, чтобы на общее благо. Мы находимся на берегу реки Волги в Ульяновской области. Проводим раскопки сквета ихтиозавра. Уникальные кадры любительской съемки сделаны профессионалами. Палеонтологи из Ульяновской и Ундер явили миру процесс многодневного летнего труда. Подходивший к концу поисковый сезон 21-го года преподнес сюрприз. Сохранность скелета довольно-таки бывает разная. Здесь, хотя и в несочлененном таком состоянии мы видим разбросанное поле костей. То есть разметанный поднос скелет. Но, тем не менее, многие кости сохранились. Состояние у них прекрасное. Оружие палеонтолога – кисточка, нож, лопатка, лопата и кирка. Ученые-перелопатели – десятки кубометров грунта. Следом за челюстями и плечевым поясом первого ящера показался еще один плечевой пояс вкупе с конечностями. Так захоронение стало поистине уникальным для палеоистории Ульяновской области. Два ящера в одной точке. Из-за опасения интереса черных палеонтологов раскопки держались втайне. Однако теперь о них не только можно, но и нужно говорить. Например, ответить на вопрос. Что это было за рот? Говорить либо об известном представителе уже ископаемых морских рептилий. То есть это или уже известный вид какой-то из описанных, или еще неизвестный. А возможно, это даже новый рот. Новые виды как минимум для России. Предварительный анализ пройден. Мнение экспертов единогласно. Более точные заключения станут известны после завершения препарирования и детального изучения, результаты которого изложат в научной публикации. А посмотреть на добытые части скелета можно уже сейчас. В Унтеровском музее приступили к их препарированию в лаборатории за стеклом. На пути из мира фантастического в день сегодняшний руками детей создаются роботы. Пока что не промышленные сверхмашины, неизменимые на предприятиях, а вполне себе карманные, почти что домашние, но по-настоящему рабочие. Дети, которые приходят к нам на занятия, они, скажем так, изучают множество направлений. Им необходимо знать математику, физику, в дальнейшем разбираться в электронике, в прототипировании, программировании роботов. К нам приходят дети с 1 по 11 класс. Вовсе не для вундеркиндов, уверены педагоги. Практические занятия как раз лучше помогают детям понять, зачем им учить математику, информатику и другие уроки из школьной программы. Роботы – это ожившие формулы и цифры. Но не роботами едиными. 3D-моделирование, мобильные разработки и различные виды программирования. На занятия уже записались 250 ульяновских школьников от 7 до 17. Кроме вышеперечисленного, детям предлагаются образовательные программы от топовых компаний, партнеров проекта. Дети очень любят такие занятия. Они с удовольствием на них ходят. Они получают здесь очень много интересной информации и практические навыки. В дальнейшем они могут выбрать соответствующую профессию в IT-технологиях. Преподаватели здесь – фанаты умных технологий, победители конкурсов и олимпиад в сфере IT. К победам поведут и учеников. Со второго полугодия ждут на занятия еще 250 школьников со всего города. Совершенно бесплатно. Пространства, где научная фантастика становится реальностью, появляются сегодня по всей стране, чему способствует федеральная программа «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования. Направление пользуется спросом. На передний план среди профессий все увереннее выходят те, что напрямую связаны с точными науками и цифровыми технологиями. Хочу поздравить вас с днем пожилого человека, с днем, который напоминает о тех, кто нуждается в нашей заботе, внимании и любви и о нашей ответственности за обеспечение достойной старости людей, которым мы обязаны всем тем, кто имеем. Живи активно, мысли позитивно. Неписанный девиз практически всех центров активного долголетия Ульяновской области. В современном мире у старшего поколения не должно быть дефицита внимания, недостатка общения. И наоборот, нужно больше возможностей для саморазвития, занятий спортом и любым интересным делом. В 75 жизнь только начинается, даже больше. Появляется много свободного времени, которое можно потратить с пользой. Мы стоим на пороге изменения поведенческой модели, когда люди, выходя на пенсию, должны понимать, что жизнь не закончилась, сидя на лавочке и занимаясь только внуками, но можно продолжать жить интересно, активно развиваться. Бабушки и дедушки осваивают современные технологии, интернет и смартфоны, вровень с внуками занимаются спортом, путешествуют и активно участвуют в общественной жизни. Пенсионеры с удовольствием передают молодому поколению свой опыт, делятся своими знаниями. Они играют, соревнуются с детьми, давая понять, что считают их равными. Только в этом году из регионального бюджета на ремонт и оснащение действующих центров активного долголетия выделили около 9 миллионов рублей. Например, и этот центр на Гафуру 86. Пример всем остальным. Царят уют и радушие, как в доме родном. Тут все заняты любимым делом. Условия для творчества должны быть одинаковы. По всей области для этого все центры активного долголетия приведут к единому формату. Сегодня после подписания Алексею Юрьевичем стандарта, Алексей Юрьевич, я вам об этом торжественно передаю, чтобы в присутствии всех его подписать, работы центров активного долголетия, у муниципальных образований появится возможность не только оснастить центры необходимым оборудованием, но и отремонтировать их. По миллиону рублей в каждое муниципальное образование, где для создания центра выделили помещение и подали заявку в областной собес. Открыть себе талант никогда не поздно и никогда не рано. Назарий Макаров занял второе место в всероссийском конкурсе по рисованию, стал третьим в студенте года 2020 в номинации «Творческая личность». Помимо него в семье еще девятеро детей. В скором времени ожидается пополнение. Когда у меня спрашивают, чего ты достигла в жизни, я достигла многого. У меня дети уже даже взрослые и маленькие, собственно, и в проекте уже еще один год. Поэтому для меня вот дети – это мое… Я ими живу, я ими дышу. Я себе другой жизни не представляю. В моих планах были дети, четверо. Ну, планы немножко сдвинулись, мы пошли дальше. Вклад в демографию в Ульяновской области вознаграждается. Ранее Макаровой получили от государства выплату миллион рублей. Построили дом, а теперь им подарили микроавтобус. Уезжать из Павловского района на Большую землю станет куда проще. Ведь теперь в просторный автомобиль можно загрузиться всей огромной счастливой семьей. Матч команды начали активно и интересно. А мячи в первые 30 минут выглядели поживее ульяновских футболистов. Прессинговали и уверенно доходили до штрафной «Волги». Дальнейшие действия, правда, разбивались об оборонительные редуты желто-черных. Волжане встрепенулись в концовке тайма. На 40-й минуте Азнаур Гирюгов пробил точно в нижний угол ворот Руслана Юнусова. А когда уже пошло компенсированное время, «Волга» заработала угловой, после подачи которого амичи не сумели удержать во вратарской Илью Максименкова, оформившего гол в раздевалку. Считаю, что хорошая игра получилась с обеих сторон. Живая такая игра с обидным атак. Голов, то, что нравится зрителю. Проиграв первый тайм со счетом 2-0, соперник перестроил игру. Иртыш заиграл в более открытый и атакующий футбол. Из-за чего уже на 47-й минуте получил мяч в свои ворота, не сумев остановить Алексея Каштанова. А затем на 55-й Азнаур Гирюгов, оформив дубль, записал на свой счет 8-й мяч, забитый за ульяновскую команду. Футболисты Иртыша продолжили с завидным постоянством устраивать опасные вылазки в направлении ворот Семена Морозова, одна из которых на 61-й минуте позволила амичам один мяч отквитать. Если вот отбросить результат, возможно, это в какой-то степени смешно будет звучать, да. Игра команды мне понравилась, нашей, особенно в первом тайме. Приличный уровень был. Футбола показали, да, и прессинговали команду, и неплохо комбинировали против хорошего соперника. Но надо отметить исполнительское мастерство в Волге. До финального свистка болельщики еще дважды сумели оценить это самое исполнительское мастерство. На 75-й минуте гол в свою копилку положил Герман Паскин. Спустя 10 минут за две желтые карточки поле покинул главный бомбардир четвертой группы Иван Донсков. А точку в матче поставил Билал Билалов, реализовавший уже в добавленное время назначенный в ворота Иртыша пенальти. Итоговый счет 6-1. Волга сохранила за собой первую строчку турнирной таблицы и теперь готовится к выездному матчу против главного аутсайдера чемпионата – Ижевского «Зенита». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться? А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Свежие белорусские колбасы и деликатесы, молочная продукция, травяной чай, белье, меловица и многое другое. Проспект 50-летие в ЛКСМ перед торговым центром «Пятое солнце». Только с 27 сентября по 6 октября. 15 октября, 19.00. Дворец Губернаторский. Иван Стебунов, Борис Хвачнянский, Кирилл Гребенщиков. Шальные деньги. Богемская рапсодия. Бессмертные хиты в исполнении рок-музыкантов и симфонического оркестра. 9 октября. Дворец Губернаторский. Суперцены в светофоре. Колбаса вареная докторская. 1 килограмм 127,90. Масло сливочное традиционное 500 грамм 102,90. Во всех магазинах «Светофор», «Ульяновская», «Инзе», «Барыша», «Кузоватова», «Чердоклот» и «Димитровграда». Партнер прогноза погоды – Центр языков и культур УЛГПУ. По данным сайта «Гесметио», 4 октября в Ульяновске пасмурно. Небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью от 5 до 9 градусов, днем 6-10 выше нуля. В городе температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 7-9 градусов со знаком «плюс». Ветер преимущественно восточный – 1-4 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Центр языков и культур Ульяновского государственного педагогического университета ждет вас на курсы английского, немецкого, французского, испанского и китайского языков. Вы сможете заниматься с преподавателями одной из старейших языковых школ по Волжье, а китайскому и испанскому языкам учиться у носителей языка. Пройти обучение во французском ресурсном центре УЛГПУ и сдать международный экзамен по французскому языку «Дельф-Дальф». С нами обучение будет увлекательным и успешным, а поездки по миру станут содержательнее. А теперь поговорим немного о молодежи. В регионе стартовал губернаторский конкурс проектов, принять участие в котором могут молодые ульяновцы в возрасте от 18 до 30 лет. До 15 октября они должны представить свои проекты, лучшие из которых наградят из грантового фонда в полтора миллиона рублей. Работы принимаются в десяти номинациях. Инновации, научно-техническое творчество, предпринимательство, работающие молодежи, профессиональная траектория, творчество. Молодежное медиа, добровольчество, здоровый образ жизни, спорт и культура безопасности, патриотическое воспитание. Молодежное самоуправление, формирование российской идентичности и единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу. Поддержка молодежи, нуждающейся в особой защите государства. Каждой номинации жюри отберет по три проекта. Обладатели первых мест получат по 75 тысяч рублей, вторых 45, а третьих 30 тысяч рублей. О молодежном взгляде на родной город расскажем далее. Привет, телестритель! Ты смотришь новый выпуск проекта Перекличка. Фух, всем привет! С вами Влад, Курочка Ульяна и Егор. Знаете, в такой солнечный денек мы решили, что неплохо было бы освежиться. Курочка Ульяна любит гулять возле водички. Отлично! Ведь сегодня мы узнаем, какие фонтаны, по мнению ульянацев, самые красивые и популярные. Узнаем и обязательно бросим монетку, чтобы желание загадать. Да, Ульяна? Ну, удачи вам! Мы пошли! Старину, когда не было водопровода в городах, а вода из рек не всегда годилась для питья, Снабжением горожан питьевой водой занимались специальные люди, которых называли водовозами. Водовозами были обладатели телеги, запряженной лошадью, на которой помещалась большая бочка. Воду в бочку наливали из специальных колодцев. После строительства водопровода профессия водовоза стала ненужной и исчезла. В честь 150-летия Симбирского водопровода в 2012 году в Ульяновске появился уникальный фонтан-памятник Симбирский водовоз. Фонтан, выполненный в виде скульптурной композиции Симбирский водовоз, расположился на улице Островского, перед административным зданием Ульяновского водоканала. В качестве эскизов использовались сохранившиеся фотографии 1920 года. Для изготовления фигуры водовоза пригласили пермских кузнецов Сергея Овчинникова и Ольгу Стенну. В композиции фонтана-памятника Симбирский водовоз есть не только лошадь и водовоз, но еще в чаше фонтана можно увидеть лягушку и рыбку. Рядом с новым памятником фонтана можно разглядеть обязательное постановление городской управы 1910 года, который гласит, разрешение на водовозный промысел выдается городской управой. Лица, желающие заняться водовозным промыслом, должны представить лошадь в экипаже и упряжки. На свидетельствование членам городской управы в присутствии ветеринарного врача, Вечером фонтан-памятник преображается красивой подсветкой, а еще говорят, если погладить жабу, которая находится в чаше фонтана, исполнятся самые заветные желания. За исполнение желаний фонтан-памятник Симбирский водовоз занял третье место в нашей перекличке. Фонтан-девочка находится на территории Владимирского сада, одного из старейших парков Ульяновска. По историческим данным, мы знаем, что город в конце 19-го, в начале 20-го века украшали два фонтана. Один со скульптурой мальчика находился на новом венце, а второй со скульптурой девочки в Владимирском саду. Владимирский сад – третий общественный городской сад города Симбирска. Разведен в 1873 году с юго-восточной стороны Соборной площади. Сад с северной части был отделен решеткой от бульварной венце. В нем появился фонтан. Фонтан был украшением сада более 100 лет, но, к сожалению, разрушен. Сама скульптура была деформирована и повреждена в области левого бедра. Также не хватало нескольких херувимчиков и деталей от фонтана. Сейчас восстановленный фонтан квадратный. Стенки бассейна отделаны мраморными плитами. Чугунная скульптура девочки установлена на новый перестал. Отреставрирована. Покрыта краской золотисто-бронзового оттенка. К стенкам бассейна с двух сторон от центральной скульптуры прикреплены головы херувимов. Фонтан во Владимирском саду – один из первых в Симбирске. Он представляет собой настоящую культурную и историческую ценность. Обновленная композиция стала украшением сада и излюбленным местом ульяновцев. Уникальный фонтан XIX века на почетном втором месте нашей переклички. Поющий фонтан – одна из достопримечательностей Ульяновска. Она находится в центре города. Здесь можно провести время с детьми, романтический вечер, ну или просто насладиться красивой музыкой. Достопримечательный объект находится на территории площади столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, рядом с Ленинским мемориалом. Торжественное открытие света музыкального фонтана аттракциона «Торнадо» было осуществлено в июне 2008 года, в день 360-летия Симбирска. Сам фонтан вполне обыкновенный. В такт под музыку сквозь решетку пробивают струи на много метров вверх. А в жаркий летний день и взрослые, и дети не проще в нем освежиться. Хореография для такого типа фонтанов создается с помощью специальной программы, которая пишется на персональном компьютере под определенную музыкальную композицию. Самые ранние из них исполнялись вручную, оператором, который обычно управлял насосами, клапанами и подсветкой. Работа через пульт управления, так как музыка и песни исполнялись без фонограммы. В городе висятки фонтанов, но почему-то именно этот фонтан пользуется большой популярностью. Взмывающие струи никого не оставят равнодушным. Поэтому это заслуженное первое место в нашей перекличке. Мы с Ульяной выбрали себе фонтан, в который монетку будем бросать и желание загадывать. А можно и с вами? Конечно, можно. Только сначала со зрителями мы попрощаемся. А для вас перекликивали Ульяновский Влад, Егор и Курочка Ульяна. До встречи на улицах города. Пока. У тебя есть мелочь, чтобы фонтан бросить? Где ты была? Гульнар, скажи, как ты считаешь, за модой нужно гнаться или всё-таки пусть идёт как идёт? Ну, я думаю, гнаться не стоит. Ну, как бы идти в ногу всё-таки с ней нужно. Надо. Нужно, да? Да. А вот ты умеешь, собственно говоря, вот так вот... Ведь некоторые гонятся, гонятся, но всё-таки не успевают и ничего не догоняют. Ты как? Всё-таки так, да, хватаешь? Я стараюсь. Ну, может, есть и те, кто не догоняет. Я свидетель, я свидетель. Да, стараюсь. А с чего это ты заговорил об этом? Неспроста, неспроста. Я завёл этот разговор. Новый партнёр нашей традиционной рубрики «Стиль» поможет в любое время года и в любое время дня и ночи выглядеть и стильно, и привлекательно. Доброе утро. Меня зовут Марина, я ведущая рубрики «Стиль». И сейчас расскажу вам о новых тенденциях этой осени. Эко-шубы – самый горячий тренд сезона. Они вновь завоёвывают лидирующие позиции в мире моды. Многообразие цветов и фактур эко-меха позволяет создавать настоящие творения искусства, которые во многом даже превосходят натуральные меха. Основное правило при выборе шубки – это свобода. Пусть между вами и шубой будет воздух, чтобы не было ощущения скованности, а иногда имеет смысл взять её даже на размер побольше. Не забывайте, что под неё вы ещё наденете что-то тёплое – свитер, кардиган, жилет, жакет, и вам в этой многослойности должно быть комфортно. Короткая шуба из искусственного меха «Мастхэв модниц» уже несколько сезонов подряд. Такая верхняя одежда сделает любой образ эффектным и слегка нарядным. Она отлично смотрится как в тандеме с вечерним платьем, так и поверх повседневного свитера кожаных брюк трикотажного костюма. Однако длина шубы всё же дело личных предпочтений и образа жизни. Автоледи чаще предпочитают короткие модели. Если вы передвигаетесь пешком, то логичнее будет выбрать длину миди или макси. Прикрыть бёдра и ноги – так точно будет теплее. Для создания стильного повседневного образа наденьте шубу с кожаными брюками или грубыми ботинками. Вещи могут быть подобраны как в тон друг другу, так и сочетаться на контрасте. Дополните ансамбль длинным однотонным шарфом, стёганой сумкой на крупной цепочке и шапкой бини с отворотом. Дополнив образ аксессуаров, мы завершаем образ и делаем его более романтичным. Цвет шубы выбирайте, отталкиваясь от основных цветов вашего гардероба. Нейтральные, такие как бежевый, чёрный, серый подойдут практически ко всему. Яркие цвета более требовательные. Тут нужно тщательнее продумывать образ. Если выбираете шубу яркого цвета, пусть её крой будет лаконичным. Особенно популярен анималистичный принт – леопард и зебра. Его выберут самые смелые девушки, которые хотят быть в центре внимания. Чтобы леопардовая шуба органично смотрелась в образе, её стоит уравновесить однотонными вещами. Это может быть базовая чёрная водолазка и юбка в тон, лаконичный брючный костюм, нейтральный свитер или джинсы без декора. Этой осенью вы будете самой модной девушкой. Выбирая шубу из искусственного меха, стоит обратить внимание на модели с натуральными волокнами, так как они позволяют телу дышать. У эко-шубки много преимуществ. Она послужит не один сезон и в ближайшее время точно не выйдет из моды. Шуба впишется практически в любой гардероб, а если она будет яркой, станет вашей визитной карточкой. Доброе утро! Мы продолжаем и продолжаем это утро разговором о победах и соревнованиях. Конечно, у нас сегодня в гостях призёр чемпионата по профессиональному мастерству Евроскилз Грац 2021 Александр Иноземцев. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Поздравляем. Спасибо. Это очень заслуженно. Вот мы сейчас перед этим беседу. Давай введём в курс дела наших телезрителей. Что за чемпионат, какая дисциплина и каков результат ваш? Чемпионат назывался Евроскилз, проводился он в городе Грац, Австрия. Выступал я по компетенции ремонта и обслуживания легковых автомобилей. И вот, собственно говоря, почему я вот так сразу с поздравления начал. Вы единственный человек от региона, который представлял, собственно говоря, свою компетенцию. Совершенно верно. А вот со всей страны, Россию представляло сколько претендентов? Около 60, но точно я вам не скажу. Вот видишь, как... Гульнар, а вот такая компетенция, она с чем связана? Это с вашей профессиональной деятельностью, естественно, да? Совершенно верно. То есть вы и преподаете, и работаете, и ещё и участвуете в различных соревнованиях. Как всё успеваете? И почему вам недостаточно просто работы и преподавания? График очень напряжённый. Пытаюсь делать два дела одновременно. То есть и учиться, и заниматься, и проводить пары. Ну, пока справляюсь. Да, да, мы видим и знаем результат. Видим вот его достижения, да, на груди. И медаль, да, и форма. А кто, собственно говоря, на чемпионат вас делегировал, выдвигал? Или вы такой самовыдвиженец? Выдвигал на чемпионат нас Ульянский авиационный колледж. То есть это наша тренировочная база. Я хочу сказать, вы работник Ульянского авиационного колледжа. Да, я работник Ульянского авиационного колледжа. Благодаря колледжу я попал в сборную. И после сборной, где прошёл отбор, и после многочисленных подготовок попал на мировые соревнования. Подготовки это были региональные, да, какие-то старты? Сначала был региональный этап, потом областной, после Россия. И уже отборочные сборные Российской Федерации. А в чём заключалась суть отбора? Как вот через эти этапы проходить? Суть отбора заключается в выполнении модулей. Их может быть различное количество. То есть это задание? Да, это определённое задание, связанное с несколькими модулями и по разной степени сложности. Ну вот, да, вот ваша компетенция, собственно, в чём заключается? Да, что нужно сделать-то? Ну, например, разобрать, одефектовать, замерить и собрать двигатель. Это один модуль. Таких модулей может быть 6, 8, 9. А кто оценивает работу? Оценивают эксперты. То есть в России это, понятное дело, какие-то учителя, преподаватели. На мировых соревнованиях это уже, соответственно, англоговорящие эксперты. Такие же, скорее всего, преподаватели и бывшие конкурсанты. Александр, для вас это первый был международный старт? Для меня это был второй международный старт. Первый международный конкурс мой был в 2019 году в Китае. Это была та же дисциплина, тот же турнир? Да, совершенно. Ваша специализация каковая? Ну и как было тогда, и как? Ну да, вот есть же с чем сравнить. Вот, пожалуйста, в чём разница? Тогда меня отправляли просто как для тренировки. То есть узнать, как это всё происходит, как происходит общение с экспертами, с конкурсантами и как проводится оценка. Конкурсного задания. То есть тренировка к чему? Вот, собственно говоря, вот к этому, да, чемпионату, который вот состоялся? Совершенно верно. Ну, судя по всему, неплохо. У вас была тренировка и подготовка. А кто за вас переживал? Кто болел за вас? Переживали все, как жена, так и родители. Ну, а профессиональный коллектив? Соответственно, и моя команда. Колледж? Колледж, команда, которая меня готовила. А вот, Александр, кстати, да, вот за любой победой всякий раз не только победитель, а его команда. Вот действительно, группа поддержки. Понятно. Семья, коллеги, а вот команда. Кто эти люди и как они вам помогали? Наша команда состоит из нескольких человек, раскиданных по разным регионам Российской Федерации. С Ульяновска у нас есть один тренер, также с Хабаровска и несколько тренеров с Москвы. То есть вы занимаетесь сразу с несколькими, да, специалистами? Да. В чем сотрудничество, да? В чем командность? В том, что эксперты... Так. Они эксперты в каждой вот своей области, правильно? Или вот в вашей специализации? Как вообще это возможно? Они находятся в других городах, вы в Ульяновске, и тренер ваш в Ульяновске. Тренировочная база находится у нас в Витсеном колледже. Тренеры съезжаются туда, и мы проводим тренировку. В плане один эксперт показывает диагностику, второй эксперт показывает модуль, допустим, тормоза-подвеска, третий эксперт – электрику. То есть все в очном формате? Все в очном формате. То есть, наверное, это нечасто, да? Это каждые две недели. А, часто. Довольно-таки, да. Периодичность такая. А вот если опять возвращаться к этапам чемпионата, какой из них для вас самым таким оказался, может быть, сложным, и в чем его сложность? Самым сложным для меня оказалось евро. Так. И какие препятствия вставали на вашем пути? Препятствия вставали в виде сильного волнения и языкового барьера. А там был рабочий язык английский? Рабочий язык, только английский. Ну и как же вы так, Александр? Как справились, как дошли? Все равно до своих высот. Подготовка. При помощи экспертов, при помощи тех же преподавателей в авиационном колледже. По чуть-чуть. Ну, и получилось четвертое место. Как встретили на родине? Давайте так. Сначала встретили в Москве. Угу. Аплодисментами, цветами, поздравлениями. После в Ульяновске, также в аэропорту, встретил у нас директор Ульяновского авиационного колледжа Наталья Николаевна Китаева. И также команда, которая у нас находится в колледже. Александр, та медаль, что у вас на груди красуется, это медаль не за первое, не за второе, не за третье место. Это особый медальон за профессионализм. Вот как определяли это? Вообще же это, наверное, субъективно или нет в вашем случае? Можно прям фактами подтвердить, что вы самый лучший. Медальон за профессионализм дается за четвертое, пятое место. То есть просто не хватило баллов немного. Сколько? Точно не скажу. Ну и не из чего складывается? Вот такая вот точность, вот такая вот детальность, она в чем заключается? Точность баллов складывается из выполнения модулей. Допустим, на двигателе я набрал 15 баллов, на электроке я набрал тоже 15 баллов. В общем, за все модули, а их было 6, насколько я помню, либо 5. Сложилась общая сумма, из которой подвели итоги. Ну вот на двигателе 15 баллов. Это что значит? Это много? Да, собственно говоря, все равно, какие критерии-то? То есть что нужно было сделать с двигателем? Что вы не доделали с двигателем? Что вы наоборот сделали с двигателем так? Дается задание, тест-проджект, в котором все написано, что нужно разобрать двигатель, продефектовать, замерить и собрать. Конкурсант читает это задание, пытается его выполнить, находит неисправности, записывает их, и при этом смотрит техническую документацию, при этом общается с экспертом. Все это на английском языке. После этого эксперт, смотря на все эти действия, выставляет оценку, которая у него уже написана в его оценочном листе. То есть конкурсант не знает, сколько там общего количества баллов и какой аспект он должен сделать, чтобы он получил эту оценку. То есть только в конце объявляются результаты, да? Да. То есть всегда нужно на 100% выкладываться. Ну а вы довольны тем результатом, который удалось достичь? Можно было и лучше. Ну это, конечно, понятно всегда так. Но вообще вы ехали с намерением каким? Войти в тройку или все-таки десятка? Было бы уже престижно достойно. Войти в тройку. В тройку. Ну вы остановились в шаге от этого, в принципе. Это тоже очень достойный результат. Да, это второе, но не финальное, не завершающее ваше выступление на чемпионатах подобного толка. Впереди Шанхай. Когда? В 22-м году. Примерно в этих же числах. Та же дисциплина? Все то же самое. Как будете готовиться теперь, с учетом уже такого опыта не единственного выступления? Теперь больше упора буду делать на иностранные языки и на подготовку по самовнушению. То есть самоконтроль. Самоконтроль. А, ну это вот эмоциональная составляющая. Чтобы сохранять спокойствие. Да, все очень важно. Но вот, кстати, вы о семье немного сказали. Это же тоже такая большая группа поддержки. Наверняка гордятся своим героем. Кто гордится, как гордится. А еще-то вы дни до Шанхая. Да, еще Шанхай впереди. Опять переживать семье. Встретили тепло с обниманием, с пониманием. С гордостью, я бы сказала. Медаль-то привезена домой. Отец, мать, сестры, жена. Ну здорово. Ну, тоже очень важно иметь такую родную поддержку. А вот как-то учреждение, в котором вы работаете, оно тоже будет вас сейчас как-то готовить на шанхайское выступление? Конечно, оно будет, скорее всего, предоставит дополнительное оборудование для подготовки. Также, скорее всего, выделит больше времени для подготовки к английскому языку. Ну, то есть, значит, означает ли это, что вы меньше будете заниматься педагогической деятельностью? Нет. Нет, то есть все равно такой баланс какой-то будет, да? Буду все совмещать. А это много времени занимает ваша педагогическая деятельность? Как часто у вас занятия с ребятами? Ну, занятия у меня бывают раз в неделю, раз в неделю, два-три дня, с девяти до шести. Кстати, вот, Александр, об учениках, да, Гульнарму не поговорили? Александр, а они-то как? Как они встретили своего мастера? Ну, честно, те группы, которые я вел, они уже выпустились. Новые группы я еще, с новыми группами я еще не знакомился. Учеников все впереди, да, их мастер их ждет, тем более шанхайское выступление. И расскажете в своем опыте, да, в Австрии. Да, 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 да. Ну что ж, желаем вам удачи в вашей подготовке, в вашем выступлении в Шанхае, ну и достижения тех целей, которые вы себе ставите. Поздравляем, Александр. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня был Александр Иноземцев, призер чемпионата по профессиональному мастерству Евроскиллс ГРАЦ-2021. Утро с репортером продолжается, впереди еще много интересного. Как это ни парадоксально, но вновь время нашего утреннего эфира пролетело, причем опять незаметно. Да, но согласись, что этим утром мы узнали много интересного, послушали советы и лайфхаки, зарядились позитивом и энергией, познакомились с интересными гостями. Скажем с словом, согласен, готов подписаться, но и это еще не все, ведь впереди списочек праздников этого самого дня, которые помогут разнообразить наш понедельник. Точно. Итак, сегодня Международный день врача, Всемирный день архитектуры и Всемирный день животных. Если говорить о нашей стране, Гульнара, то сегодня можно отметить День космических войск и День войск гражданской обороны МЧС. Всех причастных с праздником, ну а мы продолжаем. Да, в Лесотово день независимости. А в Швеции вкусный праздник, День булочек с корицей. Ты, кстати, как булочек с корицей? Люблю, конечно. Отмечаем. В Австралии сегодня День труда, и жителям Зеленого континента повезло больше всех, у них сегодня выходной. Как хорошо. А еще сегодня можно отметить День ответов на незаданные вопросы. Такое тоже бывает. Да, так что если вдруг у тебя или у наших телезрителей возник вопрос, откуда у нас на столе берутся такие прекрасные цветочные композиции, то отвечаем от партнера программы салона «Цветы и штучки». На сайте нашего телеканала тройная wreporter73.tv можно с легкостью посмотреть любую нашу программу. Да, все верно. Связаться с нами можно, позвонив по номеру телефона утренней редакции 305073. На этом будем прощаться. Для вас сработали сегодня мы, Гульнара Шарипова. И Андрей Сафронов. До завтра. Пока-пока. Подробное обсуждение самых важных и острых тем. Каждый понедельник. Программа «Разговор» на телеканалах «Репортер 73» и «ОТР». Информационная программа «Реальность». Ежедневно самая актуальная и оперативная информация о жизни города и региона. Профессионально, доступно и правдиво. «Репортер 73» знает, как делать новости и что ждет зритель от реальности. Смотри на телеканалах «Репортер 73» и «ОТР». Будь в курсе. Утро с «Репортером» — это полезные и познавательные рубрики. Энергичные и зажигательные ведущие. Интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и «ОТР».